Волчий логов Щенков Пора опять на охоту Проворчал отец волк И хотел уже броситься с холма Как вдруг маленькая тень С пушистым хвостом Загородила вход в пещу Это был шакал табаки Да будет тебе удача Главный над Волкарию Счастье и крепкие белые зубы Да сопутствуют твоим благородным чадам Не найдется ли у вас что-нибудь Для голодного табаки Ну ступай Ищи Только здесь нет съестного Для волка нет Но для такой ничтожной особы как я И сухая кость целый мир Йоркнув в пещеру Он нашел оленью кость И припав к ее концу Весело принялся обгладывать Да кстати Шерхан Шерхан Великий Меняет место охоты И будет охотиться в здешних горах Так он мне сказал Этот хромоногий тигр По закону джунгли Не имеет права Менять место охоты Без надлежащего уведомления Он распугает всю дичь Что ж Я передам ему ваши слова Вон Ступай охотиться К своему покровителю Я ухожу Вы услышите Шерхана внизу Чаще Отец волк прислушался Из глубины долины Донесся злобный Протяжно-визгливый вой Упустившего добычу тигра Дурень Начинать охоту таким шумом Тихо Нынче он охотится не за бычком И не за оленем Он охотится на человека Человек? Закон джунглей запрещает Зверю есть человека Вой сменился особым Гудящим мурлыканьем Исходившим, казалось, Из каждой точки окрестностей Мурлыканье становилось Все громче И, наконец, раздался Громовой рык Тигра, производящего нападение А затем Снова последовал Вой Шерхан промахнулся Дур не угораздило Ступить на костер дровосека С ним табаки Кто-то взбирается на гору Готовься Отец-волк Подобрался, готовясь к прыжку Человек Гляди Человеческий детеныш Неужели это Человеческий детеныш? Никогда их не видела Прямо перед ними Стоял маленький Темнокожий ребенок Он глядел в лицо Отцу-волку И улыбался Какой крошка Он совсем голый И какой смелый Ребенок растолкал волчат Теснясь поближе К теплому меху Он принимает пищу Вместе с другими Так вот Каков человеческий детеныш? Огромная голова Шерхана Загородила вход Табаки Прячась за его спиной Пищала Владыка! Владыка! Я видел! Он пошел сюда! А-а-а! Это моя добыча! Шерхан? А-а-а! Отдайте мне Человеческого детеныша! Ты не вожак стаи Чтобы отдавать нам приказы Детеныш наш! Ты не смеешь мне возражать! Мне! Шерхану! Да кто вы такие? Не знаешь? Так я тебе отвечу Мы свободная волчья стая Детеныш наш и останется жить Не будь я Ракша! На волчьем языке Ракша означает дьяволица И прозвали ее так, видимо, не даром Кто-то вздумал в этом сомневаться? Шерхан попятился Он испугался оскаленных клыков хищницы Вставшие на защиту человеческого детеныша Как своего собственного Вход в логово Слишком узок Мне не пролезть Ему не пролезть! Убирайся прочь! Пожиратель лягушек И дохлых рыб Ладно Поглядим, что скажет волчья стая Но ничего Малютка еще попадет мне в пасть Попадет, попадет! Прямо в пасть попадет! Так маленький мальчик и остался жить среди волков Им странно было видеть младенца, на котором нет ни шерстинки А потому, посовещавшись, они решили назвать его Маугли Что на волчьем наречии означало лягушонок Шерхан прав Что скажет стая? Закон велит представлять каждого приемыша на совете племени Там свободные волки решат, принять его в стаю или нет Что ж, так тому и быть Отец волк выждал, пока его щенки начали бегать И в ночь племенной сходки забрал их, Маугли и мать-волчицу на скалу совета Смотри, Маугли Вот она, наша стая Все наши сорок с лишним волков Резвятся те, что помоложе Вокруг большого белого камня улеглись старшие А тот, что возлежит на самом верху Акелла Вожак стаи Останешься ли ты жить или нет Во многом зависит от него Идем к камню Будь храбр И стая тебя Примет Тихо Так вот ты каков, человечий детеныш Глядите Ракша просит принять его в стаю Эта мысль мне по нраву Но закон требует, чтобы решал общий совет Говорите Детеныш мой Отдайте его мне На что нужен свободному племени Человеческий детеныш Да, да На что нужен человеческий детеныш Отдадим его Зачем он в стае Акелла и ухом не повел Он только промолвил Какое дело свободному племени До приказов чьих бы то ни было Кроме свободного племени Говорите, свободные волки Я против Он человек Где это слыхано? Нельзя, нельзя Люди наши враги Я прошу стаю Дать мне слово Балу? Это медведь Балу Он знает все законы джунглей Говори, медведь Убивать всякого малыша Грех А чтобы вам его взращивать Так на то запрета не существует Оставьте его Прошу вас Так говоришь, нет запрета Ты, как никто, знаешь закон джунглей И его премудростям обучаешь наших детей И раз тебе мы даем их воспитывать То и голос твой зачтется за волчий Благодарю Но он человеческий детеныш Человек-враг волкам По закону джунглей нам нужен еще один голос В защиту Маугли Черная тень упала посреди круга Это была Багира, черная пантера Все знали Багиру И никто не смел становиться ей поперек дороги Ибо она была хитра, как табаки Смела, как дикий буйвол И неукротима, как раненый слон Быть может, тебе пригодится совет большой черной кошки? Багира! Что скажет нам пантера? Стыдитесь, волки Убивать детеныша позор Один только шерхан на такое способен Но когда речь заходит об убийстве Любой из хищников волен предложить за добычу выкуп Оставьте малыша в стае И я отдам вам жирного буйвола Только что убитого мною в полумиле отсюда Где буйвол? Что ж, пусть живет! Вреда от детеныша не будет Скажи, где буйвол? Решено! Отныне он волк И пока я вожак стаи Ни шерхан Некто-либо еще не посмеют его тронуть Горе тому, кто убьет волчонка За это преступление смерть! Смерть! Балу, Багира Вы вступились за малыша И отныне вы за него в ответе Он не мог пожелать лучшей матери, чем Ракша И лучших наставников, чем вы двое Придет час, ему пригодятся ваши уроки А пока стая настала больше на одного Время в джунглях мчится быстро Маугли подрос, вскормленный матерью волчицей Которая дарила ему столько же ласки Сколько четверым его молочным братьям волчат Волк-отец брал его с собой на охоту Он показывал, как зализывать раны И терпеливо пояснял, что означают то запах, то случайный шорох в зарослях, то ночной крик филина Джунгли давно стали Маугли домом Он успешно постигал их тайны Умел уходить от опасностей И вполне уж мог прокормиться сам И вот в один из спокойных вечеров Маугли вместе со своими друзьями Балу и Багирой Лежал на полянке, продолжая обучение Балу втолковывал Маугли очередной закон джунглей А Багира, заметив, что Маугли заскучал И сейчас получит затрещину от медведя Мурлыкая произнесла А сможешь ли ты, Маугли, как я Камнем пасть на добычу с высокого сука? Видишь дерево? Давай-ка залезь Обрадовавшись, что можно размяться И не надо зубрить очередной закон джунглей Маугли бросился к дереву И стал по нему карабкаться вверх Но сучья были слишком высоко от земли И он никак не мог до них добраться Что-то не очень получается у твоего баловня Ничего-ничего Вот увидишь Не пройдет и года, как он будет летать Смешу ветвей, ловчая серых обезьян Кого-кого? Хоть при нем бы не говорила А Маугли, наконец, удалось забраться на дерево И он крикнул им сверху Я все слышал Отчего ж не при мне? Видишь ли, Маугли В джунглях всякому зверю есть свое имя Но вот этих Этих У нас их по имени звать не принято Да и вообще лучше не обращать на них внимания Даже если Ну если, например Неспелый плод стукнул медведя по голове Ой Если получишь от них по макушке Неспелого манго А почему они не в чести? Бандерлоги То по-нашему значит отщепенцы Народ темный, необразованный Никудышный словом Ведь где ж это видано, чтоб другой какой зверь По веткам скакал да плодами сверху швырялся Едва медведь успел это промолвить Как целый дождь с орехов и веток Посыпался сквозь сучья деревья Видно, просто они не поняты Вот научит меня Багира по стволам карабкаться И тогда взберусь я на самый-самый высокий эвкалипт И увидев там главного бандерлога Я скажу ему Здравствуй, брат Мы с тобой одной крови Ты и я Что? Вот как ты понимаешь мои уроки Ради этого я с тобой вожусь с утра до вечера А ну тебе, косматый ворчун Побегу лучше купаться на тенистый ручей Один мудрец, кстати, приходившийся балу дедушкой Однажды очень верно подметил Сколько в джунглях хвостов, столько же и мнений Поэтому, когда учителей два и хвосты имеются у обоих О, тут будет почва для разногласий Ох, балу Совсем ты его не щадишь Голова-то юная Не удержит все твои наставления Ничего Что выскочит, то повторим Законы джунглей наука сложная Ее не выучить за раз Но ученик он толковый, понятливый Хоть озорства в нем не меньше, чем у годовалого медвежонка Из-за этого ты награждаешь его оплюхами? Так я легонько Легонько Вон лапище какая увесистая А Келла повелел воспитать из него хищника А хищнику одна наука важна Охотничье ремесло Как же А что до охоты, так не я ли его плавать учу? А пока учителя его ссорились, Маугли направился к ручью По дороге позвав собою четырех братьев Как и его самого Их было трудно узнать по прошествии стольких лет Это были уже не те волчата Что лунной ночью в пещере Обнюхивали человечьего малыша Нет, то были рослые, полные сил молодые волки Они по-прежнему звали его Маугли И относились к нему с братской любовью И огромным уважением Маугли же бывал к ним снисходителем И по праву старшего не утруждал себя вспоминанием имен А именовал каждого не иначе, как серый брат Как и прежде, пятеро спали в одной пещере Вместе ели Вместе выслушивали нарекания от Ракши и отца волка И вместе предавались забавам Каких джунгли даруют немало вольному их жителю Однако на сей раз с веселью вскоре пришел конец Обезьяны устремились к ручью вслед за Маугли Перескакивая свет виновед И улучив мгновение, они схватили Маугли И крепко держа его за руки, за ноги С улюканьем и визжанием скрылись в кронах деревьев Меж тем наставники все перерогивались А я говорю, бесполезно А я говорю, а ты, ты, вот что ты имеешь против И тут из-за кустов выскочили серые братья Маугли Беда, беда Маугли похитили бандерлоги Как? Это мы не уследили О, горе Ладно, будет, нельзя терять времени Что ж делать? Неровен час уронят, он разобьется Скажи мне, волк Куда потащили Маугли, ты не приметил? Туда, на юг Мы неслись за ними со всех ног Да разве угонишься? И след не взять, они Они скачут по деревьям Не иначе, как к обезьянему городу Когда-то там жили люди Да только давно уж от их хижин остались одни развалины Так что ж мы расселись Сейчас они отведают моих зубов Догоняй, медведь Нет, постой Вдвоем нам не справиться Их там сотни Как навалится всей гурьбой От нас только клочья полетят во все стороны Что же делать? Надо подумать Так думай, да только скорей Ай, не знаю Не знаю Знаю На всякого зверя В джунглях свой страх сыщется Что ты хочешь сказать? Кааааа Старый питон Они боятся его пуще смерти Это толстая, неповоротливая кишка? Не поворотливая, говоришь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе Помню, в наши края повадился один охотник И хитер был, и опытен И постреливал все для забавы Как увидел негодник змея В ту пору еще не имевшего имени Так и ахнул И хотел он было сказать от удивления Какой большой Да только и успел вымолвить Что... Каааа Вот с тех пор Питона так и кличут Ну так скорее к нему Где он? Видел я Он у иллистой реки На солнышке греется Между тем Маугли Отчаявшийся вырваться Из цепких лап похитителей Уже находился на полпути К развалинам древнего города Схватившие его обезьяны Неотчетливо представляли Зачем им пленник Однако выпускать его Не собирались Эх Да что вы в меня вцепились? Прочь! Отпустите! Из чего захотел? А вот возьмем и отпустим Он рычит и зубами щелкает Может правда швырнем его с высоты? Нет, давайте скорее уж дотащим до города А там решим что с ним делать дальше Положение Маугли было плачевно Он давно уже потерял Всякую охоту отбиваться Наконец Когда на джунгли пала ночная тень Его полуистерзанного принесли в разрушенный город Где по улицам сновали толпы хвостатых его обитателей Отчутившись на главной площади Маугли надеялся было перевести дух Но и здесь пленнику не было покоя Бандерлоги подходили к нему Толкали, щипались Кого? Кого протащили? Ай да, смотри Ух ты, ух ты, ух ты Глядите, глядите Такое же, как мы Только без хвоста Без хвоста, без хвоста Их, не ворсинки на нем Голая обезьяна Голая обезьяна Никакая я вам не обезьяна Я волк Волк, волк, слыхали? Волк, говори, мой Ой, не могу Умора Тихо вы Чего тебе, чего? Но? И зачем вы меня сюда приволокли? Зачем? Это вопрос Да, вопрос А мне ответ Есть вопрос, ответа нет Зачем? А вот затем А не зачем, а не зачем Мы будем вместе тебя разглядывать И швыряться банановой кожурой Да, да, получай Получай Ай, ай Да хватит Хватит Будет вам Я устал И хочу есть У-у-у Устал Есть хочешь? Обезьяны то забрасывали его ореховую скорлупу Банановыми шкурками и прочим мусором То вновь принимались за свою возню Сделав вид, будто вовсе его не замечают Но все же поглядывали искоса и с хитрецой И стоило Маугли осторожно ступить шаг другой Готовясь к бегству Как обезьяны хватали его И опять тащили на середину площади В конце концов Он уселся на пыльный глиняный горшок И угрюмо подперев голову руками Разглядывал обидчиков из-под лобья Ах Где же вы Багира Балу Где мои серые братья А Багира Балу И серый брат Уже подходили К илистой реке Что, долго еще? Спросила Багира Сматриваясь в рощи вдоль реки Кустарник Да нет Уже почти Все Дальше вы сами Вот он Тяжело дыша Сказал Балу И уселся на поваленное дерево Я вижу только кончик хвоста А, голова Вон в той чаще Ну бежим в голове Нет Погоди Дай сперва хоть немного передохнуть Ты вот что Зови его почаще мудрым Он это любит Ладно, посмотрим, какой он мудрый. Подымайся. Кряхтя, медведь поднялся, и они с Багирой не спеша подошли к великому змею. Здравствуй, о, мудрый Ка-а-а! 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 Рычи громче, он плохо слышит. Да заметил он нас, вон, видишь, левый глаз приоткрылся. Нет, ты подойди поближе, он того малости подслеповат. Да? И что же он такой может? Все, что нужно. Здравствуй-ка. Здравствуй, коричневая шкура. Привет тебе, мудрый Ка-а-а! Привет! С чем пришли? У нас несчастье. Ученика моего утащили бандерлоги. Сочувствую. Тебе правда жаль его? Ка-а открыл второй глаз и взглянул на Багиру, которая от этого взгляда невольно отступила на два шага. Он хороший, без шерсти, как я. Вот мы и думали, не поможешь ли ты его вызволить. Помочь, не помочь, помочь. Увидев, что змей засыпает, Багира опять подошла ближе и громко сказала. Мудрый Ка-а, эти обезьяны совсем перестали тебя уважать. Послушай, что слышал, Балу. А, это, ага, слыхал я. В бандерлоге совсем потеряли к тебе уважение. Так и говорят промеж собой. Что нам Ка-а? Он стал недлителен, да и невелик вроде. Длиной-то всего в двадцать хвостов капуцина. Вдруг голова Ка-а мгновенно оказалась у морды медведя. Как? От неожиданности Балу присел на задние лапы. Хотя я уж точно дал бы все восемьдесят. Что? Хвостами меня мерить. И голова змея уже смотрела на Балу и Багиру сверху, возвышаясь на могучие шеи. Так ведь не наша выдумка, их. И потом они тебя называли... Ух, я и не берусь повторить. Они называли тебя толстым, ленивым и скользким земляным червяком. Так ты говоришь, они называли меня червяком? И Ка поднял голову еще выше и свернул свое тридцатифутовое тело в фантастический узел. Так давай вместе их и накажем. Что ж, месть дело хорошее. Ух, гляди-ка, уполз. Только хвост свистнул. Он уже на другом конце леса. За ним! Скорее! Догоняй его! Не поспеваю. Быстро, огромными прыжками мчалась Багира. Балу тоже несся за нею вовсю прыть. И настолько были они торопливы, что опередили самого питона Ка, разминувшись с ним где-то по дороге. И потому к городу бандерлогов первыми поспели они. Туча затмила луну. Черная пантера взбежала по откосу почти без всякого шума. И теперь била! Она не любила терять время на укусы направо и налево. Обезьян, сидевших вокруг Маугли в 50 или 60 рядов. Послышались вобли ужаса и гнева. И в то время, когда Багира ступала по катавшимся и трепетавшим под ней телам, раздался голос одной из обезьян. Тут только одна! Она здесь одна! Бейте ее! Бейте, бейте, бейте! Бейте ее! Плотная масса обезьян, кусавшихся, царапавшихся, рвавшихся и толкавшихся во все стороны, сомкнулась над Багирой. Пять или шесть обезьян подхватили Маугли и затолкали его в подвал разрушенного дома. В этот момент с развалившейся стены раздался громовой военный клич Балу. Багира! Я здесь! Я лезу! Я спешу! Он появился, запыхавшись на террасе, чтобы утонуть в живой волне обезьян. Но сейчас же, став на задние лапы, раздвинув передние, захватил сколько мог обезьян свои железные объятия, затем стал бить мерными взмахами с шумом, словно пароходное колесо шлепало по воде. Неизвестно, чем бы закончилась эта битва, если б в это время Каа не перебрался через западную стену. Первым ударом, молчаливым, беззвучным ударом он врезался в толпу, окружающую Балу, и второго не потребовалось. Обезьяны разбежались с кликами. Каа олицетворял собой все ужасы джунглей, ибо ни одна из обезьян не знала пределов его силы, ни одна не смела взглянуть ему прямо в глаза, ни одна не вырвалась живой из его объятий. И так они бежали на стены и крыши домов. В эту минуту Каа впервые за все время отверз свою ста и произнес только одно длинное шипящее слово. Стойте! Даже самые дальние обезьяны застыли на месте, охваченные ужасом. Шум стих, и наступила жуткая тишина. Маугли выскочил из подвала и бросился к своим друзьям. Обвил их огромные шеи руками. Как я рад вас видеть! Но как же они отделали вас, братцы? Вы исходите кровью. Ах, это ничего. Это пустяки. Здесь Каа, которому мы обязаны этой победой. А ты, Маугли, жизнью. Поблагодари его по нашим обычаям, Маугли. Маугли обернулся и увидел на расстоянии фута над своей головой качающуюся голову огромного питона. Так это ты, детеныш. Мы одной крови. Ты и я. В эту ночь ты спас мне жизнь. Отныне моя добыча будет твоей добычей, когда ты проголодаешься. О-ка! Питон наклонился и подержал некоторое время свою голову на груди Маугли. Отважное сердце И сладкая речь Они далеко поведут тебя в джунглях, малыш. Отправляйся же скорей со своими друзьями. Ступай и усни до захода луны, Ибо не гоже тебе смотреть На то, что произойдет здесь. Обратный путь был неблизок. Всех троих изрядно утомили приключения минувшего дня. В конец, вымотавшись, они решили устроиться на ночлег. Поутру, чуть поднялось солнце, Они продолжили путь, И уже к середине дня Маугли стоял у входа в родное логово. Маугли! Живой! Хвала джунглям! Здравствуйте, мать! Отец! Привет вам, серые братья! Как я соскучился! Но что случилось? Почему вы такие грустные? Беда! Акела промахнулся. Он не сумел завалить оленя. Теперь он больше нам не вожак. Но почему это несправедливо? Законы свободной стаи жестокие. Акела промахнулся. Теперь его место займет другой волк. Как это грустно. Да, только не от того тревога щемит материнское сердце. Шерхан, прослышав о неудавшейся охоте вожака стаи, говорит теперь, решения Акелы не имеют силы. И ты больше не волк, а человек. Да как он смеет? Я волк свободной стаи! Я знаю, знаю. Мне будет трудно пережить разлуку. Но ты... Ты должен спасаться. Багира, все это время внимательно слушавшая их разговор, обратилась к матери волчицы. Я понимаю твою тревогу, Ракша. Доверься мне. Когда поднимется луна и придет время совета, Маугли сумеет достойно сразиться с Шерханом. Скорее, Маугли! Мы должны обернуться до часа летучей мыши. И Багира огромными скачками помчалась в сторону долины. Маугли, как молния, бросился вслед за ней. Дорога была долгой, И лишь под вечер, когда в просветах между листвой Показались далекие лачуги и вьющийся к небу дымок, Багира открыла воспитаннику цель этого странствия. Тебе нужен красный цветок. В джунглях нет его краше, Но лепестки его жалят, Больнее змеиных укусов. Каждый зверь питает к нему смертельный страх И описывает его на сотни ладов, Не смея назвать правильно. Огонь. Если ты его достанешь, То для Шерхана не было охоты злосчастней, Чем охота на тебя, Маугли, Десять лет назад. Но как его взять, Если он к себе не подпускает? Я видела однажды, Как человек хранил его в горшке, А потом поднес к нему ветвь, И на конце ее залило такое же соцветие. Ну вот, мы и на месте. Дальше иди один. Маугли, крадучись, подошел к хижине И заглянул в окно. Он увидел, как жена селянина Взяла глиняный горшок И наполнила его комьями До красно-раскаленного угля, А выйдя на улицу, Поставила его на крыльцо. И это все? Если она может это сделать, То мне нечего бояться. Маугли схватил горшочек И помчался к кустам. Посмотри, Багира! Я добыл его! Как он красив! Глаз не отвести! Это была славная охота! Багира, они такие же, как я! Конечно, Маугли! Ведь и ты человек! Придет день, И ты будешь жить среди них. Но они мне чужие. Я не знаю их обычаев. Их язык мне непонятен и странен. Да нет, не бывать этому! Помяни мое слово. Всякий рано или поздно Возвращается к своему племени. Поторопись, Маугли! Нас ждут на скале совета. Совет волков начался при полной луне. Акелла, одинокий волк, Лежал возле своей скалы. В знак того, что должность предводителя стаи Вакантна. А Шархан, вместе с шакалом табаки И свитой приспешников из волков, Питавшихся его объятками, Прогуливался взад и вперед, Выслушивая беззастенчивую лесть. Шархан заговорил первый. Отдайте мне человеческого детеныша! Отдайте его мне! Над скалой совета раздался волчий гуман. Перекрывая поднятой стаей шум, Один из старейшин стаи загремел. Пусть мертвый волк говорит! Над белым камнем повисла тишина. Акелла с трудом поднял свою седую голову. Слушайте меня, волки! И вы, шакалы Шархана, Пятнадцать лет я водил вас на охоту. Пятнадцать лет я учил вас жить В согласии с законами, Которые завещали нам прадеды. Вы знаете, что меня пустили На незагнанного оленя. Это было хитро придумано подъедалами Шархана. Мое время прошло. Теперь вы можете убить меня здесь, На скале совета. Свободное племя! Поскольку Акелла вам больше не вожак, Все, что было им когда-то решено, Потеряло силу. А потому я требую, Чтобы вы отдали мне приемыша. Я убью его. И сам отвечу за то перед джунглями. Он ел нашу пищу. Он спал вместе с нами. Он гонял дичь для нас. Он не нарушил ни слова Из закона джунглей. Пусть так, Но во время безвластия Я могу любого из вас Вызвать на бой. Догадайтесь, На ком я остановлю свой выбор? Если ты его убьешь, То следующая схватка Будет со мной. Что ж, сразимся. Но не раньше, Чем я разорву Твоего любимца на части. Глядишь, и мне кусочек достанет. Не успел табаке договорить, Как получил пинок, От которого пролетел Через всю поляну И врезался в своего покровителя Шерхана. На скале совета Рядом с Акеллой и Багирой Стоял Маугли. Он держал в руке Горшок с красным цветком. Это Маугли! Он здесь! Маугли обвел взглядом Всех собравшихся на скале. Подъедал и Шерхана, Поджав хвосты, Отступили. Табаки спрятался за камень, А сам тигр, Прижав уши, Оскарился. Вы слышали, Что Акелла не виновен В том, что он промахнулся. Виновны они! И Маугли показал На притихшую шайку Шерхана. Акелла остается Вожаком стаи. Раз закон наш несправедлив, Я меняю этот закон. По какому такому праву? По праву сильного. Или кто-то желает Его оспорить? Маугли подошел к Шерхану И схватил его за хохол На подбородке. Шерхан, Ты хотел со мной схватки? Так получай! И со всего размаха Разбил горшок О морду тигра. Угли рассыпались по земле. Стая отпрянула От красного цветка. Шерхан присел И закрыл глаза. Маугли поднял Земли сухую ветку И зажег ее От углей. Встань, собака. Встань, когда с тобой Говорит человек. Не то я сожгу твою шкуру. Ты, хромоногий скотовой, Хвастался, что убьешь меня на совете. Теперь попробуй, Шевельни только усом, собака, И я проткну твою глотку Красным цветком. Маугли бил Шерхана Веткой по голове, А тигр визжал и стонал В смертельном ужасе. Тьфу, Оббаленная кошка джунглей. Ступай теперь! Но помни, Что в следующий раз, Когда мы встретимся, Я приду на скалу совета Со шкуры Шерхана на голове. Убирайся отсюда! Тигр не стал себя упрашивать, И, хромая больше, чем обычно, Поджав хвост, Скрылся в джунглях. Акелла поднялся И подошел к Маугли. Это была славная охота. Спасибо, Потешил старого волка. И за то, что за меня вступился, Благодарю. А теперь... Стая! Взрослые волки Идут на охоту! Матери возвращаются к малышам! Расходились молча, Понура. Маугли еще не догадывался, Сколь важную роль Сыграют для него события Той ночи. В душу его вкралось Беспокойство. Днем, Вместо того, Чтобы спать, Он бродил по лесу, Но едва начинало Садиться солнце, Как он уже бежал По тропе, Которую показала ему Багира. Затаившись в кустах На окраине леса, Он подолго Наблюдал за людьми, И все не решался К ним выйти. Затем он возвращался, Каждый раз все более нехотя. Этой тайной он не делился ни с кем. Да и ему ли было перед кем-то отчитываться? После победы над Шерханом Волки взирали на Маугли с не меньшим уважением, Чем на Акеллу. Багира и Балу гордились учеником. Они знали, Случись беда, И к нему первому стае Обратиться за советом. И это время Пришло. Коршун Чиль Принес страшную весть. Дхоль! Дхоль! Сюда идет Дхоль! К нам движутся рыжие псы Южных Равнин. Их много, Гораздо больше, Чем вас. Пока Они расположились на отдых За скалами, На той стороне реки. Акелла Задрал морду к небу И прокричал. А идут ли с ними Самки и детеныши? Нет, Одни только взрослые, Матерые псы. Рядом с Акеллой Стоял один из серых братьев Маугли. Он удивился Волнению старого волка И с молодым задором Спросил. Говоришь, Псы? Нам ли бояться собак? Старый медведь Балу Грустно улыбнулся. Это Слова волка, Сын Ракши. Но ты не знаешь, Дхолей. Они идут Несметной толпой, Уничтожая всех, Кто встретится На их пути. Не отступим, К утру Здесь будут белеть Наши кости. А уйдем, Так все равно Большинству из нас Не спастись. Но тогда, Тогда лучше умереть Всей стаей, Чем в одиночку И без вождя. Веди нас, Акелла. Это будет Добрая охота, Даже если Последнее. Молодые волки В знак одобрения Зарычали, Оскали в клыки. В этот момент Из кустов Выскочил Шакал Табаки. Эй, Вы, Серые глупцы! Тхоли всех Перережут! Сам Шерхан Бежал, Заслышев их лай! Спасайте, Кто может! Протявков Эту новость, Табаки Тут же скрылся В джунглях. Нелегка будет Битва с противником, От которого Пятится тигр. Нам нужен тот, Кто сильнее тигра. Зовите Маугли! Серый брат Даже не успел Позвать дважды, Как на скалу Совета Впрыгнул Маугли. Я здесь! Что нам делать? Как спасти нам волчат. Иные из нас Своё пожили, Но наши дети Могут умереть, Так и не увидев охоты. К утру Здесь не останется Ни одного Живого волка, Будь то Взрослого Или малыша. Нам не выстоит, Даже если Сплотимся. Да и красный цветок Здесь бессилен. Но я знаю того, Кто одним только взглядом Побеждает полчища врагов. Бежим со мной, Серый брат! И Маугли С серым братом Покинули Скалу Совета, Оставив всех В недоумении. Маугли Бросился к поляне, На который видел Питона Каа. На бегу Он говорил Своему серому брату. Я видел, Как Каа, Взглянув на недруга, Заставляет его Каменеть. Так это К нему мы так Мчимся? К большому змею? Да. Послушай меня. Ты мудрым Зови его почаще. Он это любит. Я понял, Маугли. Бежим дальше? Бежим. Вон он, Каа. Я вижу только Кончик хвоста. А голова Вон в той чаще. Беги, Я передохну. Только серый брат Вбежал в чащу, Как неожиданно Стукнулся О голову Великого змея. Ой, Привет тебе, Мудрый Каа. Что Ищешь Здесь? Здравствуй, Мудрейший из мудрых. Здравствуй, Лягушонок. Что Стряслось? К нам движутся Толпы Тхолей. Ты Наша Единственная Надежда. Помочь Не Помочь Помочь Видя, Что Каа Засыпает, Маугли Громко Заговорил. Я Слыхал. Псы К тебе уважения Не имеют. Говорят, Что Нам Каа. Его Длина-то Всего Сорок Собачьих Туловищ. Каа Открыл Один Глаз. Каааак. Хотя На мой Взгляд Никак Никак Не меньше Ста. Каа Открыл Второй Глаз. То Хвостов, То Ту Лови Наглость А еще Они тебя Дразнили. Ох уж И не знаю Говорить или нет Но лучше Не буду. Голова Ка Очутилась Над Маугли И мерно Покачивалась Из стороны В сторону. Скажешь. Сонный Жужелицей. Которая Весь день Греет спину На солнышке. Ну что Каа Накажем? Их Ждет Страшная Месть Радуйся Серый Брат С нами Каа А значит Мы дадим Отпор Этим Рыжим Собакам Нет Ты Останься А этот Прочь Ступай Серый Брат Беги К стае А что Что сказать им? Что Все Кончено Все Кыщ А пока Серый Брат Спешил Домой Порадовать Волков То Что Услышал Маугли Отка Поначалу Было Несколько Огорчительно Сражаться Отказываюсь Но тогда Выходит Нам нет Спасения Еще Как Есть Смотри На ту Сторону Речушки Что Видишь? Скала В ней Пещеры Что Слышишь? Гудение Доносится Пщелы В самом деле Это Жужжание Пчел Собак Много Но Этих Больше Подразни Псов Хорошенько И Мчись Мчись Что Есть Духу Со Скалы Соскочишь Псы Понесутся Сорвутся Пчелы Псов Псов Спустится Лишь Шерсть на воду. А я? Да лечу ли я живой до воды? Хорошо. Прыгнешь. Выживешь. Слегка озадаченный, Маугли все же последовал наставлению питона. Переплыв реку, он стал подниматься на скалу и издали обходя пчелиные пещеры. Сверху ему открылась тревожная картина. Полчища рыжих собак, заслав собой все ущелья, дремали перед броском на волчьи владения. По совету Каа, Маугли на половине спуска ухватился за ветвь и оттуда добирался к собакам по деревьям. Будить их не пришлось. Чувствительные песь и ноздри учуяли его еще издали. Чужой! Здесь чужак! Стая Дхолии окружила дерево, на котором сидел Маугли. Псы подпрыгивали, пытаясь достать его, но он сидел слишком высоко, и собаки оставили свои попытки. Эй вы, псы, с вами разговаривает волк. Назвался волком, а сидит на дереве, как обезьяна. Спускайся к нам, бандерлок, и говори, что хотел. Собаки становились на задние лапы и вытягивались во весь рост, а поняв безуспешность своих попыток, опять начинали лаять. Нет, я скажу вам отсюда. Вы ступили на землю волков. Вздумайте перейти реку, и никому из вас не будет пощады. Толпа собак под деревом раступилась, и вперед вышел вожак. Так ты говоришь от имени волков? Передай своему вожаку, что джунгли наши. Мы идем к вам резать оленей и прочую дичь, но загрызем и всякого хищника, что нам попадется. Так вы не чтите наши законы? У нас один закон, власть толпы. Так-то, обезьяна с волчьим языком. Эх вы, рыжие безродные твари, куда вам грызть глотки волкам? Убирайтесь на свои равнины, душитель ящериц! А ты прыгай к нам, если смел. Что ж, я спущусь пониже, а вы попробуйте меня достать. Маугли спустился на одну ветку пониже, и псы опять начали прыгать. Что, все равно высоко? Ладно, я спущусь еще пониже. И Маугли перебрался еще на одну ветку ниже. Собаки снова пытались допрыгнуть до него, но им не хватало совсем немного, и тут Маугли быстро опустил руку и поймал одного Тхоли за шкирку. Встал на суку во весь рост и, держась за дерево одной рукой, другой раскрутил и бросил визжащего пса в толпу Тхоли. Все собаки перестали прыгать и повернули свои морды в ту сторону, куда упал пес. Маугли, не теряя ни секунды, спрыгнул с дерева и помчался к реке. За ним! Тхоли! Разорвать эту лысую обезьяну! Разорвать! Взревел вожак и вся стая устремилась за Маугли. Даже позабыв о наказе питона бежать со всех ног, Маугли бы не мешкал. Он мчался со скоростью дикого оленя, а за ним неслась лающая лавина. Расчет Каа был верен. Маугли спрыгнул со скалы и растревожил диких пчел. Увлекшиеся погони псы посыпались вслед. Но уже в воздухе их встретили густые тучи разъяренных насекомых. Маугли же, нырнув в реку, как можно дольше плыл под водой. Вынырнув только у противоположного берега, обернувшись, он увидел, как пчелы раздирают рыжую лавину в воздухе. А так как Тхоли не умели нырять, то тех собак, которые живыми достигли реки, дикие пчелы кусали до смерти. И на берег в тот день выбрались считанные единицы Тхоли, которые уже совсем не воинственно убегали подальше от земли волков свободной стаи. А Маугли спешил к Каа, ожидавшему его на песочке. Приоткрыв левый глаз, Питон неожиданно произнес «Ты славно постарался для джунглей, хочу подарить тебе одну вещь, присаживайся ко мне на спину». Юноша прыгнул на спину Каа, и тот заспешил с ним куда-то, поднимая клубы пыли извивающимся туловищем. Наконец, добравшись до скал, он с необычайным проворством юркнул в узкую расселену, и там кончиком хвоста указал Маугли на небольшое углубление в стене. «Что видишь?» «Вижу, там что-то поблескивает». «Нужно достать!» Маугли протянул руку и кончиками пальцев ухватился за блестящую штуковину. Вещь была тонкая и холодная. Маугли попытался ее согнуть, и вдруг она порезала ему палец. «А! Кровь!» «Ха-ха-ха! Знал я, что порежешься!» «А что это, Ка?» «Это у людей зовется кинжалом! Ненастоящая жала, конечно, не змеиная, но и не игрушки. Хорооошее кинжало, острое!» «Так это мне оружие?» «Вот это подарок, Ка!» «Нравится!» «Пользуйся!» «Заслужил!» «А ведь и верно, Ка!» «Мы вдвоем сумели спасти столько жизней, а заодно и честь твою сберегли!» «Ха-ха-ха-ха!» «Хитришь, лягушонок!» «Слыхал я, как псы между собой шушукались!» «Сстранитесь, дескать, большой шипящей кишки!» «Хе-хе-хе-хе!» «Меня то есть...» «Но ты же...» «Говорят, что ты глух!» «Да и видишь с трудом!» «Пусть так и считают дальше...» «Не выдавай мой секрет!» «Вот уж воистину!» «Ты мудрейший из нас!» «Ха-ха! Хорошо сказал!» На следующее утро все обитатели джунглей, включая травоядных, взахлеб рассказывали друг другу. «Маугли в одиночку забодал сотни диких псов!» «Говорила олениха!» «Нет, он загрыз их вожака!» «Я сам слышал, как они выли от ужаса!» «Гордо отвечал волк!» «Неправда! Он зашвырял их незрелыми финиками и обратил в бегство!» «Откуда-то сверху неслось уханье обезьяны!» «Он душил их!» «Душил!» шипел удав. «Швырял финиками!» настаивала обезьяна, а прибежавший шакал табаки тявкал свою версию великой охоты. «Обкусывал им хвосты!» Но в ту неделю радостные звери, наперебой хвалившие Маугли, еще не ведали, что на джунгли надвигалось новое бедствие – засуха. первыми это заметили Багира и Балу, когда днем пришли на водополь. «Что-то река обмелела!» «Уже и кости носорога показались из-под воды, хотя отсюда видно, что скелет наполовину ушел в песок. Неужели скоро…» «Ах, Балу, не хотелось бы!» Но не прошло и одной перемены лун, как слон, подойдя к реке, сузившийся втрое, шлепнул хоботом по воде и, подняв его, протрубил так, чтобы слышали все джунгли. «Великое перемирие!» «Слушайте все!» «Великое перемирие!» Той же ночью Акелло, взошедший на белый камень, обратился к стае. «В эту пору, когда все ручьи пересохли, а от бурного течения реки осталась лишь жиденькая струйка, все звери становятся равны!» «Это бедствие не щадит ни горной козы, ни шакала, ни тигра!» «А потому все мы братья, все одной крови!» «И ни капли ее не должно пролиться на землю, истосковавшуюся по дождю!» «Волк, встретившийся с оленем, не присядет на задние лапы, готовясь прыгнуть, а смиренно отойдет в сторону, уступая ему тропу!» «Ни один хищник не смеет искать себе жертву, ни в лесной чаще, ни в поле, ни на холмах!» «И горе тому, кто ослушается!» «Приступившему этот закон смерть!» «Но чем же, чем же мы будем питаться?» «Ешьте ящериц! Глодайте древесную кору! Ройте червей! А потом, наглотавшись песку и пыли, приходите утолить жажду на водопой, пропуская вперед себя лани и диких свиней!» Засуха была жестока. У оленей ввалились бока. Дикие козы, с трудом добравшись до водопоя, жалобно блеяли. Но хуже всего, конечно, приходилось хищникам. Однако, исподволь поглядывая на травоядных, никто из них даже не помышлял о том, чтобы нарушить священный запрет. Но вот, однажды, звери, пришедшие на водопой, увидели, как по воде расплывается пятно крови. Это была кровь, стекающая с клыков Шерхана. «Шерхан!» «Ты охотился в такое время?» Багира и Балу не могли поверить, что кто-то осмелился нарушить великое перемирие. «Это была добрая охота!» Седой волк Акелла грозно прорычал. «Прочь отсюда, мерзкий убийца! А как кончится засуха, мы все соберемся на совет джунглей, и там сообща решим твою судьбу!» Всякое бедствие рано или поздно кончается, и когда полились дожди, был объявлен последний день великого перемирия, к концу которого, всего того же белого камня, все обитатели джунглей собрались на единый совет. По праву старшинства Акелла стал говорить. «Шерхан охотился во время засухи, он обогрил свои клыки кровью животного, мирно пришедшего на водопой. Он попрал главный наш закон, не убей во время великого бедствия, а потому нет ему среди нас места!» Прошу нужно карать! Вы говорите о каре, но существует и другой закон, закон, не позволяющий хищнику убить хищника, кроме как при охране жилища, борьбе за самку или защите детенышей. И будь Шерхан преступник хоть трижды, стая не может его казнить, иначе, чем же мы лучше него? Это, это правда! Не можем! Жаль, но таков наш закон. Маугли поднялся со своего места и обратился к стае. «Это могу сделать я! Да-да, раз в жизни я могу пойти против волчьих законов, потому что я не волк, а... человек!» «Кем бы ты ни был, Маугли, волком или человеком, ты мой сын! Пощади меня! Ты идешь на верную смерть!» Проговорила мать волчица, а его серые братья подхватили. «Ты лишь раз пугнул Шерхана, а паленные усы его вновь отросли, и он так же силен, как и прежде!» «А ты настолько обеспечен, что даже перестал носить с собой красный цветок!» что получше! «Подарок К!» «Железный зуб!» «Он куда опаснее ваших клыков!» «Шерхан, мне не страшен!» «Нет!» «Это пусть он дрожит от ужаса!» В наступившей тишине заговорил вожак Буеволов. «М-м-м-м!» «Законы для хищников ваши законы!» «А мы, травоядные, их чтить не обязаны!» «М-м-м-м...» «Что стаи закон, то стаду упрек!» Верно, буйволы?!» И поэтому мы примем участие в охоте вашего лягушонка Пусть узнает, Шархан, что такое гнев рогатого стада Хорошо, буйволы, ваше дело оттеснить Шархана к скалам Не дайте ему уйти от меня из ущелья О, это была славная охота Узнав от Коршуна Чиля, что Шархан отдыхает в каменном ущелье Маугли запрыгнул на вожака и поскакал вперед Стадо разделилось надвое и вошло в ущелье с двух сторон Поток черных рогов бурно понесся по оврагу Маугли приложил руки ко рту и крикнул в ущелье Это было все равно, что кричать в туннель Эхо побежало от скалы к скале Эй, кто там кричит? Это я, Маугли Пора тебе отправляться на скалу совета Шархан, услышав топот стада буйвола, вбросился на утек Но пробежав несколько метров, понял, что с другой стороны ущелья приближается еще одно стадо Ни один хищник в джунглях не может противостоять стаду буйволов И Шархан это прекрасно знал Он подобрался и побежал вниз по оврагу, поглядывая вправо и влево и ища глазами спасения Но стены оврага были гладкими и высокими И вот два стада сомкнулись Маугли остановил буйволов Шархана уже не нужно было больше топтать Он был готов, и коршуны уже начали слетаться к нему Собаки, собачья смерть! Промолвил Маугли и слез с буйвола Он отрезал хвост мертвому тигру А на скале совета ждали известий о великой охоте Первой увидела Маугли Багира Смотрите, Маугли впереди всех на белом буйволе Маугли, ты убил Шархана? Задал интересовавший всех вопрос Акелла Нет Что ж, не сумел? Сумел бы, но в последний миг опомнился Ведь я волк Но ты хотя бы задал ему трепку? Нет, за меня это сделали буйволы А после? Что было после? Он бежал от тебя, поджав хвост? Нет, и этого я сказать не могу Хе-хе-хе-хе-хе-хе Потому как поджимать было нечего Покажи им Вот он, его хвост Пусть отныне он украшает наш белый камень В память о славной охоте и в назидание всем, кто впредь задумывает жить не по закону Слава Маугли Мои милые серые братья Что джунгли Что джунгли Твои По первому зову Я не знаю, что со мной Я не хочу идти Но какая-то сила Одинаково со словом Балу Доброй тебе охоты на новом следу, владыка джунгли Помни Пошел к людям Так закончилась эта невероятная история Про маленького мальчика, попавшего в волчью стаю Субтитры создавал DimaTorzok